Народный контроль уже не первый раз проверяет продуктовые магазины. Объекты пристального внимания общественников, срок годности и качество товаров. В этот раз рейд проводят в одном из крупных магазинов федеральной торговой сети. Руководство магазина поспешило присоединиться к инспекции. Несмотря на то, что никого не предупреждали, реагируют довольно спокойно. В первую очередь активисты проверили детское питание и молочные продукты. На эти товары народному контролю поступали жалобы. Впрочем, не только на них. Нам поступила жалоба, что здесь продаются колбасные изделия, немного просроченные, и сырные изделия просроченные. Так как мы народный контроль, мы должны реагировать на каждую жалобу, которая нам поступает, более-менее, которая адекватная. Мы отреагировали и пришли в магазин с проверкой. Серьезных нарушений просрочки товаров сомнительного качества не нашлось. С уверенностью можно сказать, что визит народного контроля магазин выдержал достойно. Единственное из всего того тысячного многообразия, что мы обнаружили, отсутствие на упаковке кефира даты, ну, она вполне вероятна, она была единственной из всей партии и, вероятно, случайно могла быть стерта. Но это чисто человеческий фактор недогляд. Вот еще две помятые упаковки молока. Тоже скорее недочет, нежели нарушение. В целом, это первый магазин, который без серьезных нареканий прошел проверку общественников и полностью удовлетворяет потребительским запросам. А вот второй объект инспекции, супермаркет напротив, известной торговой сети. На него также поступают жалобы. И, как оказалось, не зря. Почти сразу общественники нашли просроченную продукцию. Мы попытались найти администрацию или специалиста по свежести. На месте оказался заместитель директора. Немедленно убирайте просроченные товары. Сейчас я... Я не знаю, может, вы мне их положили. Откуда я живу? Вы можете по камерам посмотреть. Я и говорю, я неуполномоченный. И все. Ни на какие вопросы сотрудник больше не отвечал. А народный контроль продолжил наполнять тележку просроченными товарами. Кроме яиц и сгущенки здесь оказались оливки, рыба, сок и даже хлеб. По окончании инспекции общественники позвонили на горячую линию сети магазинов и подали жалобу. Ну, давайте, да, оформим жалобу. Вот. Вы не можете мне сказать дату изготовления и срок годности товара одного хотя бы? Хотя бы одного? Хлеба булочного. А, хлеба булочного. Вообще без проблем, девушка. Вот это меня больше всего поразило. После звонка непосредственно директору данной торговой точки его заместитель все же вышел на контакт. Утилизировать некачественные продукты отказался, но пообещал исправить ситуацию. Тележку с просрочкой увез. Но кто знает, возможно, эти товары в тот же день вернутся на полки магазина. Народный контроль в связи с выявленными нарушениями планирует направить письма в Роспотребнадзор и прокуратуру. Мария Попова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.